Так произошло, что мы действительно немножечко уставали друг от друга, страдала как ребенок, сливали мои секреты, выкладывали в какие-то паблики, фотографии, господи, это вообще заезженная бесячая тема. Мы с Андреем не понимали друг друга. Да, давно я не снимала ролики на фоне Неона, и вы по нему очень сильно соскучились, а также не отвечала на ваши вопросы. Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. Сегодня я снимаю видео, где раскрою все тайны, поотвечаю на ваши вопросики, поболтаю с вами и поговорю с вами о том, о чем, в принципе, многие давным-давно просят рассказать, поделиться, и я об этом еще никому не сообщала, но многие зрители догадывались об этой информации. Я думаю, вы понимаете, да, о чем я сейчас говорю. Короче, в этом ролике, я думаю, вы узнаете как можно больше информации обо мне. Я решила почаще снимать такие ролики, где отвечаю на ваши вопросы, потому что они у вас не пропадают постоянно. В социальных сетях мне прилетают все новые и новые вопросы, на которые я до сих пор не отвечала в своих роликах. Поэтому я желаю вам приятного просмотра. Если вы до сих пор не подписаны на мой канал, то вот красная кнопочка, а точнее, точно такая же ниже. Если она у вас до сих пор красная, то сделайте ее серой, подписывайтесь на мой канал, а также нажимайте на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и не пропускать премьеру. Вступайте в нашу семью оракелянчиков, каждого из вас я крепко обнимаю и желаю приятного просмотра. Это вопрос-ответ. Мы можем начинать. Поехали! Сейчас я хочу с вами поговорить о не очень приятной теме. Я думаю, по названию ролика вы как раз-таки поняли, да, на какую тему я хочу с вами поговорить. И я выкладывала историю в свой инстаграм, где попросила вас задавать вопросы. И да, вопросов было чересчур много, что я просто офигела от того, как вас интересует эта тема, да. Все интересуются насчет моих отношений. Что у вас с Андреем? Как у вас с Андреем? Почему ты не с Андреем? А почему ты рассталась с Андреем? Вы действительно расстались? Почему так произошло? Карина, расскажи подробности. Я не хочу, чтобы этот ролик был очень грустный, именно поэтому я не объявляла о том, что что-то подобное произошло у себя на канале, потому что знала, что я не хочу портить вам настроение. И еще знала, что я, если сяду за камеру и начну об этом говорить в не очень хорошем настроении, то я опять заплачу. Сейчас у меня настроение более-менее нормальное, и так, все. Думаю, немножечко устаканилось, что я сейчас могу сказать вам. Да, действительно, мы с Андреем расстались. Это никакой не хайп, как многие зрители, кстати, думали. Произошло это достаточно спонтанно, и в отношениях у нас происходило все не так гладко, как должно быть. Мы очень сильно любим друг друга по сей день, и просто так произошло, что наши отношения зашли в тупик. Сразу немножечко падает настроение, когда я начинаю говорить на эту тему. Ну, в общем, мы с Андреем очень часто ссорились. Были какие-то недопонимания, огромное количество ревности, невероятно сильный контроль. То есть я везде была с Андреем, с Андреем, с Андреем, с Андреем. Не хочу раскрывать все карты, но просто говорю вам, что да, это действительно произошло. Я уверена, что многие зрители этому безумно расстроены, судя по историям, в которых вы меня отмечаете, по эдитам, которые вы делаете, фотографии, которые вы выкладываете, а конкретно наши с Андреем, и пишите как раз-таки все на эту тему. Да, действительно так произошло, что мы решили с Андреем взять паузу в отношениях, и, к сожалению, расстаться. Сейчас мы с ним видимся, ну, где-то раз в четыре дня, может быть, в неделю. Общаемся, обнимаемся. Как бы мы прекрасно понимаем, что мы не чужие люди друг к другу, что мы целый год были вместе. И да, это мои первые серьезные отношения были. Естественно, у меня присутствовала первая любовь, но она несравнима с тем, что происходило со мной за 2019 год, да, и мы расстались с ним как раз-таки перед Новым годом. Для меня это было действительно грустно, у меня была невероятнейшая истерика, как вы можете заметить, да, по фотографиям. Как бы я не хотела их сейчас показывать, но хочу быть собой, ничего не скрывать, и сказать вам, что да, действительно, я страдала как ребенок. Слушала вот эти всякие сопливые песни, убивалась невероятно сильно, и не была готова к тому, чтобы рассказать вам действительно, да, о том, что мы расстались. Потому что я понимала, да, сяду за камеру, у меня начнется истерика, как я вам уже говорила. Андрей для меня очень дорогой человек, и мы сейчас решили, что мы будем поддерживать отношения, переписываться, может быть, поддерживать друг друга, видеться. Поэтому если вдруг, да, после просмотра этого ролика вы как-нибудь увидите историю, или у него историю из одного и того же места, да, как многие начали выкладывать в паблики, типа, они что, сошлись? Да это лютый хайп! Они хайпят на отношениях! Господи, ребят, какой хайп! Действительно, это моя личная жизнь, и я была очень расстроена тому, что мы все-таки с Андреем решили, да, расстаться. Но так произошло, что мы действительно немножечко уставали друг от друга, потому что происходило огромное количество ссор. Как бы я не хотела сейчас это обсуждать в достаточно веселом ролике. Не хочу снимать отдельный ролик на эту тему, потому что все 100% подумают, что это хайп. Просто раз и навсегда хочу сказать, что да, так произошло. Люди расходятся, люди сходятся, тем более мне 16 лет. Были действительно такие моменты, когда мы с Андреем не понимали друг друга, но как бы мне не хотелось сейчас об этом говорить, да, и признавать тот факт, что мы не вместе, все равно придется, потому что, знаете, ты, например, вот тот человек, который смотрит мое видео, забежишь в нору, где тебя, например, искусают собаки. Ты заново туда побежишь или нет? Это очень тупые примеры, но мы поняли, что это не те отношения, которые можно считать идеальными, с таким невероятным контролем, может быть, который происходил, с недопониманиями. Мы поняли, что либо мы будем стараться как-то это устранить, меняться, и действительно, если поймем, что мы не можем друг без друга, то, возможно, мы помиримся. Но пока ни я, ни Андрей к этому не готовы, поэтому прошу вас, ребята, прекратите задавать огромное количество вопросов, отмечать меня в сторис на эту тему, и не нужно делать вот эти всякие грустненькие видосы, нарезки с нашими моментами, с Андреем под музыку, потому что это мне безумно портит настроение, так как это воспоминание. И действительно, очень сложно понимать, что этот человек больше не сможет быть каждый день рядом со мной, как это было раньше. То, что мы виделись 25 на 8, мы ночевали друг у друга, мы безумно доверяли друг другу, ну, в смысле, мы доверяем и сейчас, и не держим зла друг на друга. Сразу хочу сказать, это не те расставания, которые происходят, да, у некоторых людей, когда они, фу, ты говно, ты мой бывший, я тебя ненавижу, терпеть тебя не могу. Мы остались в хороших отношениях, и я хочу закрыть этот вопрос. Да, мы действительно расстались. Такое бывает, когда люди расстаются, и я пытаюсь сейчас максимально сдержать себя, да, чтобы не расплакаться, чтобы у меня не начал дрожать голос, поэтому все. Я закрываю эту тему, да, действительно, это произошло. Спасибо вам большое за то, что меня выслушали, а я хочу дальше поотвечать на другие ваши вопросики. Где-то, ну, минут 50, если не час, я сидела и выбирала вопросы, потому что все вопросы были на тему, а что у вас с Андреем? Вы действительно расстались? Расскажи об этом в ролике. Вот, я рассказала, надеюсь, что таких вопросов больше не будет, потому что вы меня ими просто закидали, невероятно закидали, просто знайте. Спасибо вам большое за вашу поддержку, за то, что вы меня понимаете, я вас очень люблю, безумно обнимаю каждого из вас, и сейчас хочу, да, поотвечать на некоторые вопросики, совершенно на другую тему. Во сколько лет, Карина, ты начала свою карьеру на Ютьюбе? Ответь, пожалуйста, на этот вопрос. Карьеру на Ютьюбе я начала с 16 октября 2014 года, если не ошибаюсь. Мне было лет 11, 12, точно не могу сказать, потому что были те моменты, когда я не снимала ролики, могла создать канал, там полгода не снимать, полгода снимать, поэтому точный возраст сейчас сказать не могу. Но перед тем, как начать свою карьеру на Ютьюбе, я очень часто снимала видео просто для себя, фотопленку на планшет, на телефон, делала какие-то обзоры по квартире, обзоры на мои личные дневники. А потом, да, как я уже повторяюсь, миллиардный раз, мне моя двоюродная сестра скинула ролик, после этого я наткнулась на Ютьюб, потому что этот ролик был как раз-таки из-за этой сферы. И я подумала, почему бы мне не начать снимать видео? Вот так вот все завертелось, закрутилось. Вообще, у меня руки к видеокамерам тянутся, вот прям, ну, лет с восьми, если не меньше. Я обожаю снимать, я обожаю делать все, что с этим связано, обожаю общаться с вами через камеру. Люблю вас, и спасибо вам большое за то, что вы есть. Следующий вопрос. Покажи, пожалуйста, фотографию на паспорт. Нравится ли она тебе? Вот фотография на паспорт. Да, кому было интересно, я раньше была блондинкой, и на самом деле, это был очень переломный момент, потому что мне не нравились мои волосы в белом цвете, они были очень ломкие, безумно похожие на какую-то солому, их было невозможно мыть, они постоянно путались, были сильно пышные, и это вообще, господи, как я страдала из этих волос, вы просто не представляете. Но многие мне до сих пор говорят, что, блин, тебе шло быть блондинкой, 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 да я и русой била, но пришла к этому черному цвету, и поняла, что да, это вот прям мой цвет, я обожаю черные волосы, мне они безумно идут, как мне кажется, и ни в коем случае я не буду переходить на какой-то другой оттенок, я сейчас отращиваю волосы, думала вообще над тем, чтобы нарастить себе волосы, но подумала, блин, они у меня и так быстро растут, зачем мне их наращивать, вот с этими всякими капсулами ходить, господи, мне кажется, это не особо удобно, и мне не нужно в данный момент, волосы и так быстро растут, поэтому я их хочу отрастить, ну где-то по пояс, как бы это странно не звучало, хочу стать длинной волосой, длинной волосой, длинноволосой Кариной Ракелян, вот так вот. Следующий вопросик, он немножечко шуточный, Карин, ну когда же ты обрежешь ногти? Я не собираюсь обрезать свои ногти, да, у меня длинные ногти, мне они безумно нравятся, я их обожаю, длинные ногти, это моя фишка, я хочу сделать еще длиннее, с короткими, мне неудобно, устал отвечать на одни и те же вопросы, но они не перестают исчезать, как бы так сказать, да, каждый день, по тысяче вопросов, Карин, почему ты хочешь с длинными ногтями, тебе разве с ними удобно? Да, отвечаю раз, и надеюсь, что последний раз, да, мне очень неудобно с длинными ногтями, и я не хочу их обрезать, стричь, я хочу их наоборот отращивать, и мне безумно нравится моя длина, спасибо. Следующий вопрос, чем ты себя мотивируешь? То есть, поднимаешь настроение, на самом деле я тот человек, который очень любит полениться, но меня вдохновить может, господи, сейчас снег свалился просто вот так, стеной у меня перед окном, господи, мотивировать себя и вдохновлять я могу, абсолютно любыми способами, то есть вдохновить меня может элементарно мой личный дневник, который я вела раньше, да, какие-то истории блогеров, которые ходят в спортзал, или выкладывают и ведут его, типа, прям так аккуратненько, красивенько, вы же знаете, да, что у меня в инстаграме нету какого-то определенного стиля, но меня вдохновляют те блогеры, которые вот прям, я не знаю, у них огромная мотивация, вот тут вот прям сидит всегда, и они снимают об этом ролики, как мотивировать себя, такие душевные, может быть, снимают природу, вот это меня вдохновляет, и после этого мне прям охота творить, 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 вдвойне сильнее, чем хотелось до этого, да, и любая штучка на самом деле может вдохновить, элементарный фильм, который вы будете смотреть, так что мотивирую я себя, вот как раз таки, этими способами, если захотелось что-то делать, но внутри желания как такового нет, просто зашла, последила за каким-то блогером, включила какой-нибудь фильмец, полистала свой личный дневник, наклейки, посмотрела свои старые видео, и все, и резко по щелчку захотелось заново творить, вот, поэтому я себя мотивирую как раз таки этими способами, и советую попробовать и вам, это очень рабочая штука, так что, если попробуете, то напишите мне в инстаграм, я вам обязательно отвечу, и поболтаем с вами на эту тему. Расскажи, пожалуйста, в подробностях, как ты отпраздновала Новый год. Новый год я отметила не очень, как говорила я, да, из-за того, что рассталась с Андреем, у меня было настроение не такое уж и хорошее, мне не хотелось вообще его отмечать, и сразу говорю, что у меня не было никакого, блядь, праздничного настроения, вообще, ребят, ну никакого, я позвонила своей подруге, она говорит, Карин, ты в курсе, что сегодня Новый год? Я такая, господи, у меня новогоднего настроения нет совершенно, я не могла себе поднять новогоднее настроение, даже всякими фильмами наподобие Иронии судьбы или с легким паром, даже вот такие, да, традиционные фильмы, которые всегда поднимают новогоднее настроение, нет, и типа, блин, для меня это был как будто какой-то день рождения, но никак не Новый год, тем более в Москве снега в это время совершенно не было, я вообще не могла понять, зима, не зима, Новый год, не Новый год, поэтому поехала к друзьям на лофт, но отметила сам Новый год, то есть 0000, там 0010, со своей семьей, а потом уже поехала тусить, но не в очень, не в хорошем настроении, да. Следующий вопросик, как мама относится к тому, что у тебя есть татуировки? Давайте обобщим, как родители относятся к тому, что у меня есть татуировки, не очень хорошо, они вообще, типа, разрешали мне набить только вот эту татуировку, это Freedom, сейчас я вам ее переверну, чтобы вы поняли, да, что на ней написано, мне она безумно нравится, это моя самая первая татуировка, но все остальные я уже набила по способу, блин, набила одну татуировку, но надо еще 10, знаете, типа, у меня была такая прям мотивация, хочу вся быть обтатуированная, в итоге тут татуировка, тут, 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 господи, у меня все тело в татуировках, их где-то 11 штук, родители к этому относились очень плохо, потому что они понимали, что мне нужно набить, лишь бы что вообще, кстати, насчет Андрея, да, опять, вот эту татуировку, например, сердечко, которое у меня вот тут на руки, он мне набивал, или на ноге у меня присутствует татуировка, сейчас вы увидите ее фотографию, алмазик, у Андрея вот тут алмазик, да, и мы с ним набивали вот эти вот всякие парные татуировки, не могу сказать, что я об этом жалею, так как это первая моя любовь, может быть, я и не буду сводить эти татуировки, но для меня они действительно пока что очень важны, поэтому я не хочу, но родители меня не поддерживали в этом плане, очень много было ссоры, они такие, господи, Карин, ты пришла сделать коррекцию татуировки, и набила еще пять, у тебя с головой вообще нету, никаких проблем, вот, ну, короче, они это не поддерживают, и сейчас уже привыкли, вот так вот. Следующий вопрос, скажи, пожалуйста, играла ли ты в Майнкрафт? Банальный вопрос, да, но это моя самая любимая игра была на то время, я могу в нее играть и сейчас, когда заболеваю, когда мне нечего делать, Майнкрафт вообще охеренская игра, но я играла в нее не на компьютере, а на телефоне, то есть такая, знаете, айфонская версия, очень часто строила там дома, там, я не знаю, делала всякие фермы, обожаю Майнкрафт, и я уверена, что у меня есть еще зрители, которые смотрят это видео, которые обожают Майнкрафт, ставь лайк, бро, я тоже обожаю эту игру, по сей день, и когда у меня, опять же, есть какое-то вдохновение, я просто захожу в эту игру, и начинаю строить всякие дома, элементарно, знаете, даже как в Sims, моя подруга делает, но я так делаю в Майнкрафте, делает свой дом будущий, например, строит, да, думает, как же он будет выглядеть, или свою же комнату пытается спародировать, да, вам вот такая идея, попробуйте построить в Майнкрафте, или в Sims, в какой-то игре, где можно придумывать и строить свои дома, свою комнату, мне кажется, было бы очень круто. Следующий вопрос, сколько раз придавали? Ух, ребятки, у меня на эту тему есть даже отдельный ролик, придавали меня миллион раз, обманывали меня миллион раз, сливали меня миллион раз, очень много людей-крыс, которые не достойны вообще общения со мной, я считаю, что я не такой гадкий человек, я ни за что не способна на такое, у меня очень много есть друзей, которые мне доверяют, и я ни в коем случае никогда в жизни не расскажу их секреты, элементарно даже своим самым-самым близким, потому что секрет, это и есть секрет, это тайна, если вам его доверили, то лучше держать это при себе, а у меня были, да, те люди и знакомые, которые сливали мои секреты, выкладывали в какие-то паблики, фотографии, господи, это вообще заезженная бесячая тема, просто ужас, очень много людей, которые завидуют мне, которые специально пытаются сделать так, чтобы мне было плохо, но у меня все хорошо, идите, пожалуйста, нахуй, у меня все просто прекрасно, адресовано тем людям, которые пытаются сделать все плохо, сливают секреты, это неправильно, так что до свидания, вот, следующий, и предпоследний вопрос, хотела бы перекрасить волосы, если да, то в какой? Нет, не хотела, мне очень нравится мой цвет, я максимум, что делаю в салонах, это чуть-чуть подравниваю кончики, но сейчас я этим не занимаюсь, уже месяца 4, ну и, естественно, подкрашиваю корни волос, потому что у меня мой родной цвет волос, это светло-русый, да, я и светло-русый, это просто какой-то трэш, но многие, я думаю, сейчас в шоке были, да, мой родной цвет светло-русый, хоть я и армянка, но светло-русый, как мне кажется, мне не идет, именно поэтому я перекрасилась в черный и безумно довольна этим оттенком, ну и последний вопрос на сегодня, как избавиться от плохих ассоциаций с предметом, на самом деле, у меня было очень много предметов, которые связывают меня с какими-то определенными воспоминаниями, например, тот же самый телефон, да, если взять, у меня в голове прокручиваются мысли, где я была с этим телефоном, блин, этот телефон держал тот человек, тот человек, те воспоминания, те воспоминания, просто мой совет, не думайте об этом, если предмет недорогой и не особо вам нужен, просто выкиньте его к херам собачьим, потому что не нужно париться на эту тему, если он у вас стоит на видном месте, просто спрячьте его куда-нибудь, и вы не будете думать о плохом, а если этот предмет действительно каждый день с вами, и он у вас ассоциируется не с чем-то хорошим, просто попробуйте переделать свои мысли и попробуйте сделать так, чтобы этот предмет ассоциировался у вас совершенно другим, да? Не думайте о плохом, не зацикливайтесь на плохом, жизнь прекрасна, жизнь одна, не ленитесь, делайте все, реализуйте себя, старайтесь, двигайтесь дальше, не обращайте внимания на то, что вам говорят те люди, которые не достойны вообще общения с вами, просто не зацикливайтесь на плохом, потому что жизнь одна, у вас еще будет куча вещей, которые у вас будут ассоциировать с не очень хорошими вещами, Например, у меня даже были духи, которыми я пользовалась на протяжении полугода, в то время, когда у меня произошла первая любовь, и мне нравился в 13 лет мальчик. Это была супер-мега первая любовь, я так никогда в жизни не влюблялась, но имеется в виду в том возрасте, да, сейчас-то это понятно. И я тогда каждый день пшикалась одними и теми же духами, и они у меня, блядь, сейчас стоят вообще вот тут вот. Сейчас я вам их покажу. Вот, мои дорогие, эти прекраснейшие духи, и я их ни за что не выкину, потому что для меня это приятные воспоминания. Я думаю, у многих моих зрителей есть этот аромат, и не могу сказать, к сожалению, его название, потому что я уже забыла, и когда я вот так вот пшикаю, у меня просто такие воспоминания, я могу закрыть глаза, и у меня просто будут вот такие вот картинки с теми моментами, с тем человеком, господи, это просто трэш. Если у вас есть духи, о господи, которые ассоциируются с чем-то таким нереальным, с какими-то приятными воспоминаниями, ни в коем случае не избавляйтесь, особенно если это духи, и господи, я обожаю этот аромат. Моя первая любовь, и я очень экономлю эти духи, не пользуюсь ими вообще практически, то есть если я хочу опять вернуться в те воспоминания, я просто их пшикаю, и все, и господи, господи, как приятно они пахнут, просто обожаю. Вот такие вот дела, я надеюсь, что вы узнали от этого видео как можно больше информации обо мне, хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр, не зацикливайтесь на плохом, повторяюсь еще раз. Надеюсь, что я ответила на все часто задаваемые вопросы, если вы хотите видеть больше видео, вопрос-ответ у меня на канале, то обязательно напишите об этом ниже в комментариях. Я вас очень люблю, целую, обнимаю, просто ценю вас нереально, спасибо вам большое за то, что вы есть, спасибо вам большое за вашу поддержку, вы самые лучшие, просто обожаю вас. С вами была Карина, не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайки. Всем до скорых встреч, пока-пока, мои хорошие.